Продолжение следует... Российская история началась с 1721 года, когда образовалась Российская империя. До этого была русская история, не российская, а русская. Ну, это уже когда Джеймс Дмитриев подъезжал. Ну да, но я больше разбираюсь в истории СССР, в истории поздней Российской империи. Ну, если вам не интересно это рассказать, я просто не знаю, для вашего контента, чтобы я не просто вы мне рассказывал. Мой контент я больше осведомлен и больше рассказываю по истории СССР. Ну, если вам не тяжело, расскажите, пожалуйста, я с удовольствием расскажу. Ну, какой период вас интересует или какой аспект? Вот, допустим... Понимаете, вот есть такой период, когда бомбили станков в Дом правительства. Почему так произошло? Ну, это уже история России, это в 93-м году. Да-да. Почему произошло? Потому что был конфликт между исполнительной властью в лице Ельцина и законодательной в лице Верховного Совета. И Ельчин решил действовать радикальным методом по согласованию с Западом. Это было нецивилизованно, но вот тогда Ельцин сумел победить именно из-за бомбежек. Ну, стреляли, я бы не сказал, бомбили. Танк-танк стреляет, а не бомбит. Бомбят самолеты. Ну, это не ясно. Танк стреляет. Стреляли по Белому дому, да. В итоге Ельцин выиграл, а Русской с Хазблатом проиграл. А вы помните такого... Блин, забыл фамилию, я читал когда-то, 10 лет назад. Ой, ну, которого посадили, блин, стыдно сейчас, я и смогу вспомнить. Ну, посадили за что? Ну, каково посадили? Ну, они начинали с компьютеров, нефть, его посадили. Ну, Ходорковский. Ходорковский, да. Ну, помню, конечно. Ходорковский там же тоже участвовал. Я его читал в книгу. В 1993 году? Ну, возможно, он еще молодой был очень тогда, я не знаю. Может, приходил просто посмотреть. Он тогда не был каким-то знаковым лицом. Он тогда был, по-моему, еще весьма молодой. Ну, возможно, участвовал, я не буду спорить. Ну, участвую. Спасибо вам большое за беседу. Меня просто там зовут, я даже за капусту поделил. Так вы канал-то хотите узнать или нет, мой? Ну, может быть, да. Сделали скриншот. Это еще до Петра был, да? Нет. Это был предпоследний. Петр намного раньше был. Он был во второй половине 19 века. Причем я... С вами интересно пообщаться, потому что зачастую молодежь не знает истории своей страны. Ну да, вот, заходите, смотрите мои исторические ролики. Вот сегодня только вышел интересный ролик. Нюансы истории СССР называется. Смотрите. Блин, я не знаю, я с жены телефона сижу, и не знаю, как сделать скриншот. Ну, вы просто... Нет, на телефонах везде один... Если одной фирмы телефон, там везде одинаково делается. Нет, здесь самсунка, а у меня китайский. Ну, запишите на бумажке слово короткое. Я скажу, видите, я найду все-таки. У меня просто тюрьмя пальцами проводишь по телефону и уже... Просто подведите палец, вот где написано Денклуб. Нажмите, подержите, вам предложат копии. И потом занесите в какой-нибудь файл текстовый, и потом откройте его. Сейчас, я просто не хочу сделать так, мол, типа, а, все, получилось. Ну, хорошо, все, жду вас на канале, всех благ. Подождите, подождите, стойте, я хочу все-таки сохранить. Да, сохраните. Так, боже мой, давайте лучше я вручную... Давайте. Карандашик. О чем беседу? Может, вопросы интересные есть? Как дела? Ну, как тебе сказать? Одно закрыл за отсутствием события, другое за отсутствием состава, остальные подшиваются. Как у тебя? Видимо, что ты в Канаде находишься рядом. Да, нормально все. В Канаде, в Канаде, да, верно, у тебя программа показывает. На какие темы беседуешь? Может, вопросы интересные есть? Мы на программу не смотрим, а увидим прапора, и все. А, я думал, программа тебе показала. Ну, хорошо, молодец. Не, у нас показывает Украина, и все. Соображаешь на флагах. Молодец. Вопросы есть какие? Ну, в принципе, у нас нету. Давай, тогда дойдем дальше. Ну, давай, счастливо. Сомневаться. 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 Зачем? Чтобы ты... Покажи. Покажи. Бум. Чтоб ты страйк кинул. В Одессе? Что, глухой шут? Торонка. Глухой шут, Торонка. Да ибо выкинь, не нахуй, не слышу тебя ни хуяка. Вот микрофон свой выкинь. Микрофон свой выкинь. Я с себя. Шо вы? Ничего, я вас просил, как дела, папа. Поприветствую, что влашок. Ну, шо ты там, канадец? Да я нормально. А у вас как дела? Уж это у тебя что там, блядь, этот? Александр Второй на портрете? Чешо, блядь. Да, соображаешь, молодец. Удивительно. А зачем? Зачем ты нашего императора позоришь своим лицом? А что это я своим лицом позорю? Он, мое лицо отдельно, император отдельно. А, то есть ты хочешь сказать, ты не позоришь никого? Нет, я никого не позорю. А ты кто такой? Чтобы императора русского ставить себе на диванчик? Конь в пальто. Кого хочу, того и ставлю. Вот я его уважаю, я его и ставлю. Прямо по духу чувствую русского человека. Ну, соображаешь. А ты что, под VPN что ли? Да. А сам откуда? Чисто хохлами угорать, из Нижнего Новгорода. Что, стримишь, нет? Нет, какой стримить? Мне такой неинтересный. Я чисто так, чтобы вечерок скоротать. Ну, чисто поугарать, да. Ну, что, молодец. И VPN у тебя хорошую, могу похвалить, что программа его не перебивает. Какое дополнение или что там, что ставится на... Ну, да, extension ставится 1.9 сейчас. Если я... А вы что, метик что ли? Нет, я радиофизик. Ага. О, радиофизика, это круто. У меня есть научные диалоги. Ходите по ядерной физике задачку. На сообразительность. Вот у вас атом, да? Вы условно изымаете из него электрон. Из атома. Как при этом меняется порядковое число и... Порядковый номер, пардон, и массовое число? Слушайте, я уже эту химию не помню, но, по-моему, малярное число или какое? Массовое число. Массовое число. Это масса атома в углеродных единицах, в условных единицах. Но она, по-моему, никак не меняется. Она ядром определяется. А порядковый номер элемента в периодической таблице? Ну, это я вам не отвечу. Ну, хорошо. Я не знаю. Хорошо. Это вот загадка. Ну, нет, вы сказали просто вот такой физик. Я думал, для физиков ядерочков у него такая загадка. Нет, я в основном просто волнами занимаюсь, а не телом занимаюсь. Ну, хорошо, ладно. Это распространение. Жду вас на канале. Спасибо, всех благ. Да, я подписался. Всего вам доброго. Спасибо. Пишите комменты. Русского канадца услышать. Хорошо, да, обязательно. Пишите комменты. До свидания. Вас здесь не пишут? Плевать. Он в курсе. Кто? Тот, кто пишет. Семичастный? Это что у вас тут за это? Что? Слайды вижу, да? Слайды, слайды идут, да, сзади. Слайд-шоу. Ну, вот. Слайд-шоу. Понятно. Ну, я смотрю, вижу. У вас в студии? Да, в студии. А что, чем для людей доводите? Чем занимаетесь? Очень интересно. Ну, вот сейчас пора... Царь Петр. Царь Петр. Нет, это царь Александр Второй. Александр, да. Извините, мимо. Да, ничего страшного. Образованность. Ну, ничего. Бывает. И флаг канадский там тоже снизу чуть-чуть. Да, да, есть такое. Может, все не заметил, но так интересно. Но я понял. Есть какие-нибудь вопросы конкретные? Ну, вот это... Ну, вот это... Чего это за антураж? И чего это за... Антураж, слайд-шоу. Царь Александр Второй и флаг города проживания. Вот здесь антураж. Так. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. Хоп, хоп. Раз, раз. Ну, говори, что раз. Ну, говори, что раз. Оборудование проверяешь? Оборудование проверяешь? У меня, типа, такая хуйня. У моего Войка на клинце бамбулька. Да, сочувствую. Да, сочувствую. Вопросы есть, может, какие-нибудь? Вопросы есть, может, какие-нибудь? Нет. Цветомузыка без праздника. Как фон? Цветомузыка. А кто это у вас портрет такой? Что за дядя? Александр Второй. А-а-а. Это вместо картины его туда, да? Да, да, вместо картины. Вон, нет, вместо картины его на стенке висит. Вот, за головой, за моей, видишь? Вот так. Ну, а что-то мне не совсем вижу. Фонарик какой-то, да? Нет, это самый высокий в Украине храм. Какой самый высокий в Украине храм, знаешь? Не знаешь. Ебутся, кошенята. Нет, это другая. Александр Второй. А, поближе поднести, пожалуйста. Ну, на, поднесу. Я скину. А, бля, ладно. Прощен, прощен. А что за фар? Вы из Харькова, студенты, нет? С Киева? Но студенты. А написано из Харькова, почему-то. Там ничего не написано, там Украина. Харьков нельзя укрепить. Есть программы, которые дают. Джелокейшн. Что-то, не знаю, первый раз. А, бля, я не знаю. А, как программа называется? Ви 1.9. Ви 1.9. Чатрульный чат. Или чатрульный экстенция. А вы откуда? Вы, наверное, с Америки, да? Ну, с континента Америки, да. Да, я вижу. Вы вообще, значит, что якобы из Чечни. У вас VPN стоит? Да. А на самом деле из Киева? Да. Или прикалывайте. Ну, ладно, бог с ним. Хоть даже из Чечни. А на кого учитесь? Какая у вас специальность? Айтишники. Какая? Айти. Айтишники. Сколько будет 2 в 9 степени? Сходу помните? Ну, я сейчас подумаю. Айтишник думать не должен. Потому что все... Потому что все... Нет, я объясню. Все оперативки пронумерованы 2 в 1 степени. 512. Я это считаю. Ну, сейчас 512 уже не употребляется. А вот лет 5 назад айтишник сходу отвечал. Сколько будет 2 в 9 степени? Ну, я просто на экзаменах, на бумажке, в бухгалтер справа выписываю все степени и потом считаю. Ну, понятно, понятно. Ну, хорошо. Вы-то... Вы-то кого ищете, на какие темы беседуете? Да просто. Ну, ладно. Есть ко мне вопросы? Нет. А что за флаг? Что за флаг? Ну, флаг города проживания. Флаг города Торонто. А что за город? Интересно, Ваше. Флаг города Торонто. Торонто? Да. Канады, что ли? Да. Давно переехали? 17 лет назад. Блин, Блё. И как в Канаде живется? Нормально, не жалуемся. Дорогая жизнь вообще? Ну, вот, если я, например, через пару месяцев захочу переехать в Канаду с 1000 долларов, мне хватит для начала? Ну, 1000 долларов хватит тебе на билет только. Не, ну, в Канаде дешевле жить, чем в Европе. Ну, чем в Северной Европе, во Франции, может, дешевле. Ну, в Канаду нужно с деньгами ехать. Ну, это очевидно. Ну, я там, потому что и сам из Харькова, а именно при Александре Втором Харьков достиг максимального роста своего урбанизационного развития. То есть вырос как город максимально при Александре Втором во время его правления. Ну, как в Одессе Екатерину. Что? Я говорю точно так же, почему в Одессе любят Екатерину. А почему водители любят Екатерину, кстати? Ну, потому что наш, наверное, построил в Одессе. Да, 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 точно то же самое. И то же самое, почему в Донецке любят этих коммунистов. Потому что Донецк вырос при СССР. А Харьков вырос при Александре Втором. Ну, в Питере, Александра Второго любят то, что он умер. Ну, хорошо, заходите на канал. Давайте, успехов вам. Спасибо. Спасибо. Да. Добрый вечер. Добрый. Может, у вас вопросы какие интересные есть? Вы с Канады? Да, я с Канады. А вы с Винницы, да? В Свинницкой области. Ну, да. Ну, да. Понятно. Ну, так есть у вас какие-нибудь вопросы, кроме G-location. Взаимно. Так нет. А вы в Канаде? Ну, вы что раз спросили, да, в Канаде? Лохушка. Это кто нарисовал? Император Александр Второй. Не, а нарисовал кто? Где? Вот у меня над головой, что ли? Да, а кто эти картины рисовал? Ну, я не помню имя художника. Харьковский художник один. А, это вы покупали специально, да? Да. А это у вас, что это за плава? Это дискотека у вас такая? Ну, это цветомузыка, дискотека закончилась. А, это когда танцуют, а цветомузыка, когда мигают. Должна быть эта музыка. Еще музыка. Ну, все, закончилась дискотека. Танцы закончились, народ разбежался. Что у вас там мигает такое вверху? Цветомузыка мигает. А кто вам ее включил? Ну, я включил. А зачем? Ну, вот чтоб спрашивали. Для привлечения внимания. А, понятно. А что у вас флаг канадский? И Николай Второй? Ну, это флаг не канадский, и не Николай Второй. А кто это? Александр Первый? Александр Второй. Александр Второй? А флаг чего там? Лучший правитель России за последние 200 лет, по моему мнению. Ты с ним согласен, нет? Не, не согласен, предатель. А кого он предал? Народ российский. Чем? Всем. А кто лучший правитель за последние 200 лет? Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. А Сталин не предатель? Нет. Ну, во-первых, Сталин никогда не был правителем России, он был правителем СССР. История... СССР отличается от Советского Союза, от империи. Тем, что Россия... Нет, от империи отличаются это разные эпохи, разные временные промежутки. А от России чем СССР отличается? Тем, что Россия входила в состав СССР в виде РСФСР. Историю нужно было сдавать, а не покупать. Да, вот что, точно. А ты стримишь, нет? Блогер, конечно. Да, я блогер. Айки, как канал твой называется? Идите в жопу. Ну, ты крут. Понятно. Ну, ладно, у тебя серьезные вопросы есть еще. Ну, конечно. Так почему предатель Александр Второй-то не расскажи мне, просто интересно стало. А родину предал. Чем он ее предал? А вы не знаете? Ну, расскажи, не знаю. Нет, ну вы же знаете. Вы повесили себе его на флаг. Я думаю, вы знаете. Я же не считаю, что он предал, а ты считаешь, что он предал. Только вы считаете, что я вам должен рассказать? Нет, ты должен, ты поясни свою... Я вам обязан рассказать, что он сделал. Да не обязан, я же тебя не обязываю. Ты высказал мнение, мне интересно, откуда ты это взял, из каких источников. И кто тебя этому научил? Или ты сам придумал на каком-то основании, правильно? Ты можешь... Может быть, вы мне свою историю расскажете? Так я же не считаю, что он предал, а ты считаешь. Моя история на этом закончилась. Я не считаю, что он предал. А ты считаешь, ты можешь это мотивировать. Я не смогу. Ну, мотивируй. Ну, не скажу. Ну, потому что не знаешь. Вот знаешь, что ты приходишь в бар, и тебе говорят, а мы вам не нальем. Ты спрашиваешь, почему? Без объяснения причин. Вот, без объяснения причин. Я вам не скажу, почему. Ну, я знаю, почему ты не скажешь. А вы очень интересные все старенькие такие мудаки, которые сидят и спрашивают про историю. А я не хочу с вами про историю разговаривать. А давайте про сейчас. Потому что ты не знаешь. Ну, ладно. А мне похуй это. А мне похуй это. А давай про сейчас. Давай про сейчас. Давай про сейчас. А про сейчас поговорим. Что тебя интересует про сейчас? Давай про сейчас, спрашивай. Також, Зеленский там себя чувствует. Он не мой. Мне он нахрен не нужен. А чей? Зеленский подонок. А ты сам чей? Ты себя каким чувствуешь? Что значит, каким? Ну, каким? Ты русский, украинец. Я русский по национальности. Ты вообще глупые вопросы задаешь. Национальный задается по папе и маме. А где ты сам живешь? В Харькове живешь. В Харькове живешь? Да. Ну, русские нормально, да? Что русский? Ну, за русских-то, да? Харьков русский город, который большевики предали, отдали Украине. Да не пускай на историю. Ты за украинцев? Ну, если я русский, за кого я буду? За русских, конечно. Хорошо. Чего тебе еще могу сказать? Ну, видишь? Учи истории, что я тебе могу сказать. Давай. Больше нет вопросов и успехов тебе. А, давай. Наступает решительный момент. Повестки-то всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. А как вы к Александру Второму относитесь? Ну, раз я выставил портрет, значит, позитивно. А, я с вами разговаривал. Я даже на ваш канал подписывал. Забыл, как называется. Ден Клуб. Пенделом Олег Ден Клуб называется. Да, да, да. Я с вами разговаривал. Ну, я помню. Смотри, у вас есть. Были у вас интересные там... С Бабичевым у нас там даже интересно какое-то было у вас. Ну, с Бабичевым у меня как бы... У меня бы и с Бабичевым как-то у нас такие вот миролюбивые разговоры, но скучные. А у меня есть более интересный разговор с блогерами, да. Ну, хорошо, раз смотрели, раз подписались. Какие-то, может, у вас пожелания есть замечательные? Ну, слушайте, все нормально, все хорошо. Вот мне ваш контент нравится. Все отлично, все отлично. Ну, спасибо, спасибо. Тогда, если нет вопросов, спасибо. Денек, денек. Всех благ. Денек. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарная государство. Правильно? Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть один... Конвенция, прошу? Соединенных штатов и аргит지는 образом. Вот部分 вражinde. Соединенных штатах и аргитрация? Ну, в Ш. Это шпаташку тратил, слышал бы? Да. Да? А как он тратил? Да. Да. У нас соединенные шпаташки для этой федерации. Да. Вот, может быть, мы с вами не рады. Ну, королем всегда писал мудрый путь. Я не снился нам, не ровно, как космоема. Не эта ледяная синема. Я не снился нам, дрова, дрова, дрова. Силеная, силеная, дрова. В соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов. Сделай вид, что я этого не слушал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем тебя. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии. Опа. Так это не было еще? Ну еще. ПЕСНЯ ПЕСНЯ За родную Россию, как руси их рассеют. Тяжела будет. И исповерь. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь. Стримец. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра. Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok